К Украине переходим в этой части программы. Киев может получить миллиард долларов от МВФ. Как подтвердила глава Минфина, согласовано это с МВФ во второй половине марта Совет директоров фонда должен решить, может решить вопрос о выделении этого миллиарда. Украина согласовала с МВФ то, что требовалось проведение реформ, фонд требовал. Какие именно реформы, я сейчас напомню. Отменить мораторий на куплю-продажу земли, повысить пенсионный стаж до 35 лет, отменить систему рассрочки платежей населения за ЖКХ, принять решение об автоматическом пересмотре цены газа для населения в соответствии с импортной ценой, сократить численность бюджетников и еще какие-то реформы. Теперь главный вопрос. Что из этого они вообще способны выполнить? В общем, программа очевидная. Это приблизительно то же самое, что применяется в отношении Греции, режим астерити так называемый. То есть максимальное сокращение госрасходов. Под это дело получается, что МВФ готов выдать миллиард долларов. Да, самое интересное, что с этим миллиардом делать собирается правительство. Очевидно, затыкать дыры в дефицитном бюджете. То есть, с одной стороны, сокращать, скажем, тех же бюджетников, но с другой стороны, платить пенсии придется. Придется выплачивать бюджетникам и всем остальным категориям льготников. Какие-то компенсации. Компенсации, да. То есть, ну, в общем, я бы сказал так, что для Украины с более чем 40 миллионным населением миллиард долларов это, я бы сказал, такая символическая сумма на бедность. Продержитесь немножко еще там, а там посмотрим. Но ведь я напомню нашим слушателям, что скандальность вообще этой транзакции, если она состоится, заключается в следующем. Украина имеет суверенный долг, 3 миллиарда долларов, которые она должна... Перед Россией. Перед Россией, да. Это она должна вернуть, согласно заявлению МВФ. Совершенно верно. По правилам МВФ, страна, которая, так сказать, просрочила, то есть допустила так называемый дефолт, не имеет права получать, значит, никакие субсидии, дотации, трансферты и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, с этой точки зрения решение беспрецедентное, но вернее, я бы сказал так, это превращается в скандальный прецедент. Украина – это некое исключение для МВФ по одной простой причине, потому что это Украина, потому что она против России. То есть за всей этой комбинацией просматривается чисто политический сюжет. Вот до тех пор, пока украинская сторона стоит, так сказать, на четких таких однозначных антироссийских позициях, любые правила будут меняться, нарушаться, ей будут помогать. То есть я вижу вот в этом даже не столько экономический акт, сколько политический жест, который в том числе направлен и к нам. Ну а наша вот реакция Москвы, какой должна быть в ответ на это? Нет, ну, понимаешь... Мы ждем наших трех миллиардов. Мы ждем трех миллиардов, мы думаем, что международные организации, которые создаются коллективными усилиями, должны подчиняться правилам, которые сами же и создают. Но с другой стороны, вы знаете, вот, Алла, я думаю, что нужно стать на точку зрения гуманизма. Нам надо стать. Но больше некому. Ну, потому что... Вставать только нам, действительно. Ну, потому что реальная ситуация в Украине хуже от дня ко дню. И, так сказать, вот эти, так сказать, различные украинские политологи, которые периодически выступают в российских эфирах, в общем, они как-то хорохорятся и заявляют, что все хорошо и хорошо. Но, так сказать, на самом деле, так сказать, подземный пожар, в общем, социального недовольства, он распространяется. Тем более, что, например, вот с 1 марта пересчитаны тарифы за электричество подняты на 26%. И это не последнее еще увеличение в этом году. Они же просто анонсировались. Безусловно. Ну, и вот те 5 пунктов, которые вы сейчас перечислили, под условием выполнения которых, в том числе, включая повышение пенсионного стажа до 35 лет, то есть фактическое откладывание повышения пенсионного возраста, это все ведь свидетельство того, что положение, ну, практически безвыходное. Так называемая ассоциация с Европейским Союзом, значит, которая обещала молочные реки, кисельные берега, она абсолютно не работает, потому что те квоты, которые даются украинским товарам для того, чтобы они могли продаваться в Европе, во-первых, не гарантия, что их продадут, это во-первых, да, во-вторых, они настолько мизерные, что просто это стагнация украинского производства. А, по сути дела, после Майдана связи с российским рынком, на котором в большинстве случаев украинские товары реализовывались, сокращаются практически до минимума. Давайте вспомним прошлый год, да, когда вот эта квота, выделенная Европой, была израсходована 26 января. Да, фактически весь товарный запас был реализован там за первый же месяц. Поэтому получается, что Украина от этого самого, от ассоциации с Евросоюзом, я не знаю, выиграла что? Ну, вот этот самый мифический безвиз, разве что, да, то есть возможность убежать из своей страны, причем какой безвиз? По, так сказать, последнего голосования в парламенте... 180 дней. Да, но под каким условием, да, вот это последнее голосование, которое, так сказать, разрешает безвизовый, значит, въезд украинских граждан на территорию Евросоюза, он прошел в Нижней Палате Нидерландского парламента, да, еще Сенат, по-моему, должен проголосовать для того, чтобы принять эти окончательные решения. Там же консенсусом принимается, да, решение. 27 стран проголосовали за, Нидерланды против, но все-таки их уговорили под четким условием, что эти... То есть въезд на территорию Евросоюза не означает право на работу, что самое главное. То есть, по сути дела, речь идет о чем? Приезжайте к нам бомжами. Нелегалами. Ну да, вот и весь выигрыш. А я стесняюсь спросить, это случайно вот не те нелегалы, которых потом отправят в Грузию? Ну да, Гея сегодня отсутствует, наверное, он бы ответил нам достойно. Он в Твиттере написал все, что он думает по этому поводу с утра. Да, кстати говоря, я не исключаю, что и Украине могут предложить такой же вариант, да, в конечном счете уж, если вы с нами, то... Они заявляли уже о том, что они готовы принять и поселить на территорию Донецка и Луганской областей. А, вот так вот, да? Ну, это было заявление в недрах Верховной Рады, а к ним доверия, в общем, ни у кого нету. То есть, ну, я не знаю, даже... Ну, мы с гуманитарной точки зрения, мы поможем все равно. У нас конвои туда ходят регулярно, у нас еще, так сказать, пару караванов дополнительно тогда для этих беженцев появится. С, я не знаю, с чем, с сухим молоком там и так далее, с палатками. Поможем, в конце концов. Но три миллиарда, мне кажется, надо возвращать. Да, ну, я так думаю, что это, так сказать, буквально разговор в пользу бедных. Но мы не бедные. Ну, а как их вернуть? Ну, там ничего нету. Фактически. Билая казна пуста, точка. Сейчас они, благодаря блокаде, еще сколько денег потеряют? Вот что? Чем вы будете? Борзыми щенками брать у них эти три миллиарда? Там, я не знаю, там, с соборами, церкви, то, что они не успеют еще там осквернить. Землей. Вот чем вы возьмете три миллиарда? Ну, это же на самом деле очень такой принципиально важный вопрос. Да, несмотря на любые судебные решения, а все это пока дело в судах, в стокгольмском, в лондонском и так далее. Но я думаю, что какие бы решения ни были, все равно мы уже видим, что по отношению к Украине создан режим максимального благоприятствования в том смысле, что никакие нормы на Украину не распространяются. Ну, пусть они своих радикалов как-то приструнят, которые вот эту блокаду... Ну, радикалы-то их скорее приструнят, если что, может оказаться так. Это я шучу, конечно. Нет, на самом деле... Но к этому все идет, если честно. Что именно радикалы приструнят в результате Порошенко. У них оружие. Я все-таки думаю, что Порошенко посмотрел на судьбу Януковича. И вот последний случай, как раз годовщина очередная Майдана и то, что мы наблюдали в Киеве, мы видели, в каком боеспособном состоянии находится киевский спецназ. Там ребята... Но это люди ведь не Порошенко, а Авакова. А Аваков находится в очень жесткой конфронтации с Порошенко. Ну, это да, внутри разборки идут. Но дело в том, что там, в общем, жесткая система приказов. Я не исключаю того, что в последний момент может быть и дезертирство, и отказ выполнять приказ там стрелять по так называемым мирным демонстрантам. Я этого не исключаю. Но пока, мне кажется, Порошенко урок Януковича выучил. Это уже не тот Беркут, который беззащитно, так сказать, безропотно подставлялся под выстрелы неизвестных снайперов. Ну, их американцы же обучали, да, вот это все это время. Да, да. Это новая команда. И снабдили их всем. Да, они хорошо вооружены, хорошо экипированы, они защищены от, скажем, прямых попаданий вот этих самых коктейлей Молотова. Ну, достаточно. Мне кажется, что расчет на то, что новый экстремистский Майдан легко сметет вот эту вот удивительную постмайданную власть, ну, немножко, я бы сказал, преждевременно. Вот так бы я выразился. Ну что ж, это все, что мы сегодня успели обсудить в программе «Недельный отчет». Через неделю Армен Гаспарян уже будет вместе с Геей Саралидзе в студии, а сегодня с нами вместе был Леонид Поляков, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований. Леонид Владимирович, спасибо вам. Спасибо, всего доброго. Всем до свидания. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.